Возвращаясь к событиям минувших выходных, в чем была особенность этого пожара и в чем была сложность при его тушении? Особенность данного пожара была огромная территория распространения огня на большой площади до 12 гектаров и непроходимость, невозможность попасть к месту горения. Опять же ветер сильный и сухая погода засушливая. Сотрудники 11-го отряда, рискуя своими жизнями, пошли дотушивать, где-то по колено, где-то по пояс проваливались в воду. Станица Анавская, до этого горела трава около станицы Боговещенской. Вот чего здесь больше человеческий фактор или природа сыграла свою роль? Наиболее вероятной причиной возгорания всех пожаров является человеческий фактор. Потом уже остальные причины, такие как короткое замыкание электропроводки, взрыв и тому подобное. У нас же не только трава горит. Много очень людей, отдыхающих особенно, разводят костры в лесной зоне. Тот же утришь. Что там творится, одному Богу известно. И это легко может привести к трагедии. Да, вы хорошо подметили, потому что в этом году у нас уже произошло пять загораний лесного фонда. Все из них, опять же, возвращаясь к тому, что человеческий фактор. Люди приезжают на машинах, отдыхают, разбивают палаточные городки и приготовляют еду на костре. Опять же, сильный ветер, все это раздуло, там хвои много. Там много уже опавших листьев и тому подобное. Опять же, мусор оставляют за собой. И все это опять приводит к возгоранию, к большому материальному ущербу. Ну, пока что пострадавших, погибших на данных пожарах не было. Но и это может привести к гибели и травме людей. Сейчас, я думаю, самое главное – прононизировать то, что случилось, посмотреть статистику и сделать выводы. Вот все-таки, где у нас здесь эти самые слабые места? В 2018 году произошло 78 пожаров. Аналогичный период прошлого года – 79. Тут вроде недалеко ушли, но уже чуть-чуть, и я так думаю, догоним. Загорание сухой растительности в этом году – 182 случая. Аналогичный период прошлого года – 36. Увеличение более чем на 400%. Загорание мусора в этом году произошло 329 загораний. Аналогичный период прошлого года – 224. Увеличение на 105 случаев, то есть 46% загорания. На пожарах в этом году погибших не зарегистрировано. Значит, аналогичный период прошлого года – опять же, 6 человек. Ну, тут у нас как бы все хорошо. Травмировано 7 человек, в том году 13 человек. Многое нам надо сделать. А конкретно, чтобы оградить подобные случаи, как было у нас в субботу и воскресенье, необходимо опахивать сельские округа, убирать сухую траву с приусадебных участков, ни в коем случае ее не сжигать, вывозить. Каждое помещение, даже живой дом, необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения, такие, как огнетушитель, бочка с водой, лопата. Раньше это все было, но уже забылось. Люди как-то уже халатнее стали относиться к пожарной безопасности. Каждый человек должен задумываться, что он в жаркую погоду, ветреную, разводит костер, бросил бычок в сухую траву. Все это способствует началу пожара и приводит к большим материальным потерям, не дай бог, к человеческим жертвам. Спасибо большое за этот разговор. Спасибо.